Мы продолжаем наши выпуски передачи на розовом фоне. Меня зовут Илья Аксенов, я режиссер, сценарист. Покурс все достаточно. Давайте приступать. Я вижу Том и Джерри, Вантус, и надо назвать сезон и выпуск. А, просто мы Джерри. Все, я победил. Расходимся. Девочка, Леон. Этот, Скорцезе, Ди Каприо, Остерф проклятый. Тых. Остерф проклятых. Маяк. Не смотрел, но осуждаю. Говорят классный фильм Маяк. Правильно? С Паттисоном. Мой парень псих. Далее, да? Квенчики. Далее. Это мое... Это кино, которое я снял. За ваши деньги. А, Престиж. Молана. Бойцовский клуб. Очередное русское кино, неудавшийся. Либо Союз, либо Апал... Нет, как он назывался-то, господи. Нет, не Союз, да? Не Союз. Похоже, Союз... Сейчас. А я не знаю. Я, честно, не знаю, что буду угадывать. У нас какой-нибудь... Нет, я не смотрел. Я знаю, что это фильмы. Вышли рядом и ради этого фильма двинули что-то в прокате. Подожди, есть Союз. Союз 18, по-моему, назывался. Это он, нет? Нет. А, вот оно и есть, да? Я не угадал. Полностью надо... Союз-Томск. Не знаю. А что это будет, если я зам сесть? Ты плохо, да? Все, ну типа просто. А, ничего не будет, да? Ну все, пофиг-то. Это Салют 7. Салют. Салют 7. Все, точно спасибо. Можно сейчас отрезать, я бы я угадал? Это был Бойцовский клуб, это Салют 7. Далее, да? Общество мертвых проектов. Это, наверное, либо сериалы есть тут, тогда это... Как же он называется-то, господи? Есть отчаянный... Нет, не отчаянный домохозяйки. Сейчас второй сезон вышел. Не смотрел до сих пор, потому что мне очень многие ее рекомендовали. Блин, можно букву подсказать. Есть такая опция, нет? А, большая, маленькая лоша. Дальше, да? Не смотрел фильм «Пассажир», по-моему, «Пассажиры». Правильно? Это «Поймай меня», естественно, «Спилберг». Правильно? «Списк Шенгера». Ес. «Спилберг», да, у нас один. Так. Ух ты! Это что-то... А, этот, господи, про пирам... Ну, господи, по Пелевину, нет? Да, этот... Generation T. Вспомнил, потому что маска золотая. За спойди. А, и вот сзади еще вот эти мотивы. Нет, сейчас... Это... Сейчас, как он зовут? «Жестокий романс»? Нет? Подожди, это Михалков. Либо он снялся, либо снял. А, это механическая пьеса? Нет, не механическая пьеса. Ой, не оконченная пьеса, не механическая пьеса. «Обломов»? Нет, не «Обломов». Так, «Не раба любви», да? Нет, «Раба любви» был там... Так, это не Михал... Стоп, это Михалковский фильм. Не Михалковский фильм. Это, скорее всего... Так, это не Лизанов, да? Это... Это... Многосерийное что-то, скорее так, правильно? Франшиза советская и три балла, если я угадаю, да? Мне кажется, я не смотрел, я поэтому не угадаю, потому что это... Блин, я не вспомню так. Это... Е... Мать, как я не угадал, это же очень просто. Франшиза, точно. А, для Чанне было слово «франшиза», я уверен. Ладно, да, это... Да, собственно, это Лорда, который там жил в болоте. Как я его облажал. Это «Парк Юзского периода»? Второй, да? Третий, который затерянный... Я не смотрел, я просто по актеру сзади угадал. Просто очень много Спилбера было почему-то, да? «Амадей» не помню, кто это снял. «Титаник»? На угар просто. Так, это огни большого города, скажем так. «Терминатор». Госбастерс, господи, как громко. Это Гайдай. Бриллиант в руках, да? Одинокий пастух, но он был в «Убить Билла». И он... А, убить Билла, все, да? Нет, это Шрек. Что-то напряженное, да, такое? Похоже на «Бегущий по лезвию» второго, но это не он, по-любому. Бойцов-клуб какой-нибудь, да? Не может быть, да? Не знаю. Пастух. А что это было? «Дюнкер». «Дюнкер». «Дюнкер?» «Б**». Я помню, что там часы типа, я возьму, я бы никого из него не кажется, нет. Понятия не имею, я что это такое. «Это Человек по общей веселине». Ах, ёптить, не, ну это бы тоже вообще. Я смотрел, кстати, ну там какой-то, окей. Там так много музыки, что я бы, мне кажется, что... Что за жесть, блядь, это что-то такое? А, это «Гора престола», что ли? Нет. Что, это какой-то русский сериал, что ли? Это русское говно какое-то, да? Или не говно? Заставка «Кота», сейчас сюда, мне кажется, я не знаю, что это такое. Нет? Это апокалиптика, блин, это, даже, значит, женщина петь такая, готическая. Хим для России что-то, писала саундтрак, и, знаешь, так. Это «Быстини». Я не знал, что эта песня «Свундтрак, честно». Я знаю, что это «Cruel Wall» песня называется. Я знаю эту песню, я даже знаю, что это из фильма сейчас. Это из фильма «Донни Дарк». До сих пор не смотрел, поэтому не знаю. Как бы, это фильм, который бесконечно откладывают, потому что я боюсь это смотреть, мне кажется. Так, что-то расчел, прям фейл, да, какой-то? Эх. Это хорош-плохой злой, как он. Ну, это легко, ну, это легко, ну, да. Братцы, привет, я отниму у вас буквально 15 секунд времени, и сейчас в этом стуле снова материализуется Илья Аксенов. Если вы смотрите «Пожарную команду», смотрите уже не первую кинобитву, подпишитесь на канал, в конце концов. Почему вы не подписываетесь? Мы очень хотели вам это сказать, те, кто делают «Пожарную команду», подпишитесь на канал. Продолжаем. А, стоп, не хлопнула. Крупно задолжала. Это темно-рыцый. Аня, а ты че трубки не берешь, а? Это мой диплом, об обществе анонимных оптимистов. Люди не знают, что это такое, Юг. Хотя, подписывайтесь на канал, ладно, не важно. Давай, подгони бакс. Не, я чаевых не даю. Не даешь? Это бешеная сня. Там вот мне не рассудка, честно, сутка. Ясно, Далериум Тременс. Это кавказская пленка, после ее, как много гайда и стопы. Хорошая была, ребят, далее, да? Так, пошел хардкор. Это было очень хорошо. Гениально. Я в восторге. Нажми кнопку, Фредди. Там надо уже. Я знаю, я знаю, что нужно делать. Тук-тук. Супер. Все прекрасно. А теперь ты кратер написал? А теперь ты кратер написал? Нет. Ну, я так и написал. Да я прикалываюсь. Я понял. Ну что, ты рад? Красиво, по-моему. Почти идеально. Почти? Да, добавь рок-н-ролла. Это я завсегда, Фред. Так. Я смотрел это, скорее всего. Это, господи, богемская рапсадия, да? Три двери. Нифига себе, да ты крутой. Скрываешься? Это русская. От соседей, вроде тебя. А, ну так поздняк метаться. Неадекватное видео? Утром я навестил ваш дом. Голос не перепутал. Ушли. Я хотел поиграть в роль мужа. Попробовать, как живет простой человек. Просто недавно девушка первой жизни смотрела, говорит, нахуй, ты меня это включил. Вот так вот и включилась. Там голову отрезали. Вот у вас спойлер, как вам такое. Далее, да? Чего тебе надо, бесполезный кусок дерьма? Ох ты. Милая, милая, это я. Ох, прости. Чего тебе надо? Ихо де пута, падла мазафака. Ты только для франчузской. Пошел ты. Похоже на какой-нибудь форсаж какой-нибудь. Я оказалась в этом гадюшнике только потому, что им нужна твоя занята. Матча-то какой-нибудь? Все. Услышал ты. Чувак мало кого озвучивает. Так, он озвучивает Сталлона, он озвучивает Дэнни Трэхо, он озвучивает всяких... Он озвучивал, который, господи, сломал этот рестлер, который играл. Голос мало кому принадлежит. Но я ничего из этого я не назвал. Блин, ну Тарантино нет вообще, нет. Я вообще полуинтерна. Сдаюсь. Что это? Я не знаю, что такое, несмотря на то. Что с тобой случилось? Лекарство для позвоночника влияет на Дэнко. Ты что, пожертвовал своими способностями? Да, я пожертвовал ими, чтобы только тебе этого не понять. Поверь, я многого лишился. Вытри слезы. Это не оправдывает того, что ты сделал. Ты понятия не имеешь, что я сделал. Ты отнял у меня самое дорогое, что было. Может, тебе стоило драться за это? Если хочешь драться за это, я могу это устроить. Попробуй. Что за говно голливудское вообще ужасное. Голос Тома Хэнс. Нет, не Тома Хэнс Костя, Тома Харди здесь, по-моему. Так, чувака, значит, принял таблетки ДНК. Стал суперсилем, судя по диалогу, да? Что-то с ним произошло. И он пришел отомстить голосу Тома Харди. И он такой голос Тома Харди говорит. Ты типа, чувак, подожди. Он говорит, ты у меня все отнял. Он говорит, я ничего у тебя не отнял. То есть он мстит. Он принял таблетки от позвоночника, стал крутыми, решил мстить. Правильно? А там, ***, не так, оказывается. Потому что ему стоило драться за это. Это любой вообще. Это может быть, ну, не знаю, какой-то комикс, правильно? Так, а это может быть Железный Человек какой-нибудь? Нет? Это Марвел? Да. Это Марвел. Так, ну, хорошо. Ну, не муравей какой-нибудь, нет, наверное. Так, а Дэдпул откуда? Из Марвела? Да. Не Дэдпул, да? На лекарство от позвоночника он принял. А, ***, может, этот друг Капитана Америки с Железной Рукой, нет? Не было проблем с позвоночником. Подожди, у Людей Икс был чувак на каталке. А там, да, Людей Икс? Все, угадал. А, надо часть еще назвать. Так, это пришел Магнета. Это, скорее всего, голос, который Фассбендер озвучивает. Фассбендер приходит к Маковою и говорит, ты, ***, принял там где-то заносит, правильно? Он, значит, уже ходит в этой части. Это, скорее всего, последнее, которое я не смотрел. Нет? Нет? Нет. Есть первый класс. А он ходил там еще тогда. Это первый класс, нет? Нет. Там все, там есть первый класс, еще есть Людей Икс. Вот, я не знаю, просто. А, ну, окей. Это не считается, да? Куда она могла сюда прибежать? Что тут рядом находится? Ближайший дом в трех с половиной милях отсюда, на юго-восток. В той стороне живет Сэм Литвуфайзер. Да. Вот уж кого тщательно проверить надо. Ничего ближе нет? В пяти милях буровая установка. Там стоят трейлеры для рабочих. Но зимой все закрыто. Зачем девочка-подросток могла сюда прийти? Это, этот, Росомаха? Да. На снегоходах устраивают вечеринки на природе. Но вряд ли босиком. Так, девочка босиком прибежала в какую-то ферму. Либо где-то в каком-то месте. По снегу. По снегу. Так, я это не смотрел. Можно догадаться. Это голливудский фильм, скорее всего. Триллер? Ужасы? Но это не комикс. Это не комикс. Это может быть какая-нибудь там Кэрри, Стинговская история? Нет? Нет? Я не смотрел это. Могу угадать, конечно. Но это комедия, может быть, вообще? Вот так вот по бреду. Нет? Девочка прибежала. Стоят три чувака. Говорят, тут зима. Ехать, понимаете. Там буровая установка, никто не работает. Че ехать, ты что ли? Такие, о, что делать? Непонятно, да, зачем она прибежала? Прибежала она, по Коцану, наверное, да, какая-нибудь. Нет? Нет? А, ее убили. Девочку убили, значит. Может, снеговик какой-нибудь? Нет? Просто норвежский триллер какой-нибудь может быть? Ну, в тот район, да. Типа скандинавский триллер какой-то. Похожий он, да? Так, но это не девушка, Ставровка дракона. Но это может быть девушка, которая в замке что-то там. Но я не смотрел это фильм. Нет? Фарго? Нет? Нет? Маньяки всякие. Какой-нибудь мост скандинавский. Это сериал? Нет, не сериал, это фильм. Блин, тогда я не... Это что-то старенькое-то, наверное. Сейчас же не снимает особо такое. Старенькое? Нет. Нет? Тогда не знаю. Что это? Нет, я даже не слышал такое. Ладно, окей. Интересно? Да, фильм хорошего. Ну, посмотрим. И вернемся сюда, и увидимся снова. Ну и что, финальный раунд. Вытащи ее. Чего надо? Не придумал смешное название. Давай, финальный раунд, как назовем? Похоже на ракетную установку. Давайте, поехали. Вот так вот из центра. Мне сказали, что цвет резинки не влияет на сложность вопроса. Если желтый был бы, это типа средней, наверное, по сложности. Тем не менее, мы заменили персонажей фильма другими героями, которых играли те же актеры. Иннок Дарси приглашает Элтона Джона пройти обучение в сервис секретной организации, которую руководит Альферд Пеннироуд. Мне с ним предстоит победить коварного тренера Картера. Так, Элтона Джона играл чувак молодой. Это, наверное, англичане, английские агенты. Ну, как она называется? Кинсмэн? Давайте начнем с этого. Поехали. Из истории. Когда этот фильм впервые привезли в России в 90-х, у него названия не было устоявшейся локализации. В разных адаптациях он был известен как неистребимый, упертый, умреть, дай хард. Правильно? Да, крепкий орешек. Не дочитывай до конца. Давайте по синеньким пройдемся, если вы понимаете, зачем я. Вопрос на логику. Для подготовки к этому фильму 2010 года актер, игравший в главную роль, купил книгу «Си плюс плюс» для чайников, а его партнер по проекту «Экономика для чайников». Это в Facebook, наверное, в социальной сети, по собственному призму. Все, да? Угадай актера по фигурке персонажей. И, конечно же, слева у нас «Скарфейс», правильно? А справа? Это второй какой-то человек в этом же фильме или это… Нет. А, две роли одного актера. «Скарфейс» и этот, господи, «Крестный отец». А что надо сказать? Угадай актера. Это Али Пачино. Правильно? Эффектно получается кинуть? Нет, в кадре это все. Мы заменили все имена и прозвища в синопсе фильма с «Кинопоиска». Что это за фильм? В доме престарелок сильно пожилой мужчина по имени Василий Кузичкин вспоминает свою жизнь. В 50-е он работал простым водителем грузовика. Это ирландец? Фильм «Отряд самым битц» был весьма слабо оценен зрителем, но тем не менее получил Оскар. В какой номинации? Лучшая песня? Лучшая песня. Нет. А, надо несколько вариантов. Лучшая женская роль второго плана, лучшие костюмы, лучшие гримы и прически. Ну, костюмчики так там, так себе, честно говоря. Так, грим. А лучшая женская роль второго плана. Кто второго плана? Там второго плана, ни х**а второго плана. Не могла там выиграть она. Не, хотя костюмы, либо грим. Наверное, грим? Yes. Да? Харли Куин. Нет? Тогда костюмы. Тогда костюмы. Всего 4 был вариант. А, все, я проиграл уже, а что мне не оставили-то? А компис персонажей посвящена крайне малобюджетной косплее. Ребят, вам надо 7-11, синие волосы. А, это этот, история игрушка. А почему синие волосы? У Buzz Lightyear синие волосы? Фиолетовая. Фиолетовая. А, штемпфиолетовая. Б**. Так. Угадай фильм по фигуркам персонажей. Красотка. Еще есть персонажи? Кто это в детстве? Интер, Украина, Укр. Вот надо вот этого чувака угадать, правильно? Жирненький, да, был? Козловский, что ли? Серьезно? Узнал по улыбке. Угадай фильм по отрывку негативной зрительской рецензии. Это интересно. Байкина, я надеюсь. Одной только усмешки не хватит при наблюдении попытки зрителей убедить зрителей в том, что ни, ни за все время своих учений так и не получил ни одной маломальской серьезной травмы. Это при таком-то количестве падений ударов. Ну, а неожиданная финальная помощь, спасение и то, что перед приездом очень незаметно успел прибраться почти во всех комнатах. Это наивно даже для детских фильмов. Так, кого-то там, ну, типа, ничего он не получил, правильно? Логика. И при таком-то количестве падений ударов. А потом, а, этот, этот, с мелким-то этот, новогодний фильм. Правильно? Один дома. Ну, кстати, хорошее замечание. Так. А играл там кто? Актер из Ирландца. Костяков, давай отб***ь Нечаева, чтобы хотя бы люди знали, кто это такой. Нечаев. На сколько он выиграл баллов? 85, а у меня 74. Но разделяя второе место, у нас 148 баллов Нечаев. Так что вот так вот. Подписываться на меня не надо, потому что у меня... Хотя подписывайтесь, что нет. Инстаграм у меня есть, там все без подписи. Многие не любят мой Инстаграм за это. Ну, что сказать, подписывайтесь или не подписывайтесь? Давайте подписывайтесь, лучше знаете на что? На Ютуб, наверное. Потому что я там могу что-нибудь вкладывать, промо. Ты п***ь, п***ь, подписывайтесь, короче. Походу разбил. У вас так п***ь. Не вообще не сидите в социальных сетях, как вы говно, это социальные сети. Я удалил Фейсбук, удалил... У меня есть Ватсап, Телекрам, и я их заблокировал. Звука нет. Офигенно, ребята. И рекомендую. Инстаграм надо ставить раз в месяц. Вообще ничего не подписывайтесь. Изучайте фондовую биржу. Это полезней.